За тобой следят и русская публика, и папарацци, но в Польше польская публика познакомится с тобой впервые. Как ты стала первым лицом русского балета? Я могу сказать, что все, что у меня есть в жизни, и мое имя, и известность, и популярность, и способность, и талант, это все нарабатывалось десятилетиями многочасового труда ежедневного. И когда я пришла в балетную школу, у меня фактически не было ничего для балета, то есть никаких профессиональных данных, которые нужны. Действительно, мне повезло, у меня были очень хорошие педагоги, и это первые люди, которым я благодарна, тем, кто меня научил. Я с отличием окончила Вагановское училище, то есть Академию русского балета с красным дипломом, и более того, у меня получился такой очень неординарный случай вообще в истории Мариинского театра. Он единственный случай, когда меня взяли на положение солистки в Мариинский театр сразу же, но за год до окончания балетной школы. То есть я была не на третьем, а на втором курсе, и была принята сразу же на положение солистки Мариинский театр. То есть получилось так, что моим государственным экзаменом стал не экзамен, а настоящий спектакль, балет «Лебединое озеро» на сцене Мариинского театра. И после этого началась моя действительно так, получается, творческая большая карьера. И за моими плечами уже Мариинский театр, в котором я была прямой балериной на протяжении четырех с половиной лет. Потом это был Большой театр, в котором я прослужила пять лет. Затем театр балета Григоровича Юрия Николаевича. И еще полтора года по дороге в своей карьере я работала в английском национальном балете. Это были спектакли в Королевском Альберт Холле в Лондоне. Говорят, что балерина должна быть метр шестьдесят семь сантиметров. Но смотря на тебя это вообще ложь. У меня рост метр семьдесят два. И это сегодня средний рост для балерины. Дело в том, что сейчас девушки выпускаются из балетных училищ с ростом метр восемьдесят. В балете и вообще на сцене самое главное не рост и вес, не эти параметры. Важна гармония и сочетание с партнером. Вы, наверное, хотите просто вспомнить историю увольнения меня из Большого театра, когда директор Эксанов меня уволил из Большого театра. Он уволил потому, что был сделан заказ очень богатым человеком. И было ему дано указание убрать Волочкову из Большого театра во что бы то ни стало. Это вот тот беспредел, который начинался десять лет назад. Просто откуда вообще возникла эта вся тема про рост и вес? Потому что Эксанов, когда меня уволил из Большого театра, ему нужно было людям как-то объяснить, почему, как такое может быть, что человеку осенью, вернее, за месяц до увольнения дают звание заслуженной артистки России. Я получаю приз Бенео де ля Дансе. Это в балетном мире, как Оскар, это присуждается мировым жюри, как лучшей балерине года. Я получаю множество премьерных ролей, и тут раз, меня увольняют. Есть ли в балете столько минусов? Почему молодые люди решают идти вот этой дорогой? Какие черты характера должны быть у хорошего танца? Вы знаете, Оочка, сейчас уже очень мало людей хочет идти этой дорогой. И это очень большая проблема, потому что все, что происходит в театре сейчас, в большом, вот в этой структуре, это все отталкивает и детей, и их родителей. Ну как вот мама любая сядет перед телевизором, посмотрит, что происходит в Большом театре. Она что, отдаст свою дочку вот в этот путь? Я открыла в Москве детский творческий центр. Это была моя мечта. Я училась в высшей школе экономики, прошла полный курс MBA, получила степень MBA. И открыла центр творческий. А дипломной моей работой была как раз тема создания сети творческих школ Анастасии Волочковой в регионах Российской Федерации. Это очень востребованная услуга. Но я прекрасно понимаю, что в этом детском творческом центре, если я буду преподавать только, или мои учителя, хореографию и классическое искусство, ко мне никто не придет. Потому что это сегодня не востребовано. Нет, пропал, скажем так, престиж профессии. Поэтому мы преподаем. Только, конечно, основы хореографии есть, но это больше направлено в современную историю, в современный танец. У нас в Польше существует такое убеждение, что балет — это каждодневные тренировки, и что, в конце концов, это испорченное детство. Это правда? Ну, я скажу так. Конечно, балет — это очень большой труд. И когда училась я в балетной школе, мне было сложнее, чем другим детям, потому что у меня не было профессиональных данных, но мне их нужно было вырабатывать каждый день. И не только в школе. Все-таки в балетном училище были совмещены предметы. И профессиональные, то есть балетные занятия, танцевальные и общеобразовательные предметы. То есть в балетной школе я была с 8.30 утра где-то до, по-моему, 6-7 вечера. Действительно, нелегкая наша профессия, и у меня, конечно, такой вот работоспособный очень склад характера. Но когда я выхожу на сцену, я понимаю, что я живу не зря, и что бы я ни делала в жизни, но на сцене я живу по-настоящему. Я люблю в жизни три вещи. Я люблю сцену, я люблю зрителей и цветы. Белые розы. Белые розы, да. Ну, больше всего. Ну, кто-то, у кого-то есть возможность подарить белые розы, у кого-то нет. Если даже мне зрители дали по одному цветочку, какому-нибудь, даже если это хризантема или любой цветок, я все цветы всегда привожу с собой домой в Москву. И я очень ими дорожу, потому что в этих цветах любовь моего зрителя. Но не только цветы, когда посмотришь на твою квартиру, везде игрушки. Это с театра, да? Нет, я просто по жизни так вот люблю мягкие игрушки. Они создают уют дома, особенно тоже светлые, белые. Ну, и когда Аришка здесь бывает, она тоже играет в эти игрушечки. А твоя дочь тоже хочет стать балериной? Нет, балериной она не хочет быть. Она хочет быть певицей и танцовщицей. То есть она говорит, я просто хочу быть артисткой. Я уверена, что у нее будет свое, совершенно невероятное шоу, может быть, даже более яркое, чем у меня. И я все для этого сделаю. Анастасия, ты выступала в России, а также за границей. Есть ли какая-то разница в воспринятии балета? Да, есть. Есть разница. Дело в том, что на Западе вообще балетное искусство и танцевальное нравится зрителям, а в России его любят. Что могут ждать поляки во время твоего выступления в Варшаве 28 апреля? Потому что, мне кажется, это не будет обыкновенный классический балет. В Варшаве будет просто сюрприз для публики, потому что у меня совершенно иной жанр. Я создала в балетном мире новый жанр танцевального искусства. Это даже невозможно сейчас назвать, то есть объяснить эти стили танца. Конечно, это не у классиков в сочетании с современным танцем, с модерном, еще и с акробатикой. То есть люди увидят в моем исполнении разные композиции с различными сложнейшими элементами, с поддержками, с акробатическими трюками. Ведь мой коллектив шоу-балет работает тоже в акробатическом ключе. Это и танцоры, и акробаты. Вы знаете, ну просто действительно феерия. Плюс, конечно, еще и песни в моем исполнении. Девушки, как я сказала, электронный скрипичный дуэт, который даст совсем иную краску этому шоу. Просто самое главное, люди, не ждите классического балета. Это будет все другое. На основе неоклассики будет сюрприз для вас. Приглашаем в Польшу. Спасибо, я очень жду этой встречи.